Привет друзья, с вами сегодня ESSmart и мы рассмотрим видео о том, как прошить телефон, любой телефон и при этом не окипичить его, то есть не запороть. Допустим у вас есть аппарат телефон, телефонный аппарат и вы хотите его прошить, любой телефон и при прошивке у вас телефон не включается или возможно вы неправильно прошили его, возможно на каком-то этапе прошивки у вас остановилось и не проходит дальше. Вы ждете, ждете и в итоге вы выдергиваете кабель и у вас телефон превращается в кипич, то есть он не включается. Что же это может быть? Возможно у вас проблемы были с кабелем, но вы это не учли. Возможно у вас программные не были какие-то драйвера, крыло ставили. Так, рассмотрим же случай. Допустим вы заходим в управление и диспетчер устройств. У меня такой был случай, что у меня два кабеля, то есть два телефона, один телефон и другой планшет и оба превратились в кипич, то есть при прошивке они не включались. Так, если у вас при включении телефона есть изображение на телефоне, но не включается, то есть вы заходите, тремя клавишами зажимаете, клавиши увеличения громкости, хом и кнопку включения зажимаете, но у вас на экране, на экране есть запись какая-то, то есть вы заходите в рекавери меню или там в самсунг, допустим. И возможно у вас будет писать Samsung Keys, то есть обновите с помощью Keys или что-то такое. У меня был такой аппарат Samsung Galaxy Ace 3, GT Ace 3, GT S7272. То есть у меня телефон после прошивки на компьютере, он у меня не включается, но момент там обновите с помощью Samsung Keys, то есть я через Один его прошивал, но в этот момент он остановился там и запись в файл, то есть сбросил меня, выкинуло. Я отключил кабель и после этого при включении он у меня пишет обновите с помощью Recovery Keys, то есть я установил Keys, вот Samsung Keys, то есть с помощью Keys я восстанавливал, восстанавливал телефон, ну то есть не с помощью Keys, но я его установил, пытался с помощью Keys. Вся проблема лежит в чем? При прошивке телефона вы должны знать, что вам нужно установить USB драйвера, при этом USB драйвера, саму программу, саму прошивку скачанную правильно, то есть в архиве распаковать, чтобы у вас удачно все это прошло. Ну что же случилось, при прошивке телефона лучше отключите лишние USB, USB, другие USB устройства, допустим тот же веб-камеры или там принтеры, подключайте с обратной стороны системного блока, не подключайте спереди, возможно это тоже может повлиять на прошивку. Также если вы уверены, а у меня в основном когда я планшет прошивал, у меня неофициальная то есть прошивка была там, то есть кастомная, если вы не уверены, то не прошивайте кастомные прошивки, возможно у вас какая-то ошибка вылезет и вы не сможете сами, сами если в себе не уверены, не сможете сделать, то прошивайте только официальные прошивки. Так, следующий. При прошивке в первую очередь обращайте внимание на каком будете прошивать, на каком компьютере. То есть отключайте все, все фоновые процессы, допустим. Тот же антивирус выгружайте, чтобы ничего не мешало прошивке. Так же вот выход сделал, антивирус закрыл. Все фоновые процессы закрывайте. Также при прошивке учтите, что все скачивайте с сайта FOPDA, допустим. Я также зарегистрировался там и скачал все программы нужные. Скачивать именно оттуда USB драйвера, допустим, если хотите установить. Samsung Kies предлагает более свежие драйвера. То есть USB драйвера у него встроенные. То есть здесь есть, допустим, сервис, устранить ошибку подключения. И здесь обновление прошивки. Можете с помощью Kies обновиться. Возможно при прошивке через Kies программу, обновление с воздуха, то есть с интернета, у вас, возможно, не прошиваться и какая-то ошибка выйдет. То есть лучше, конечно, через один прошиваться. Но если у вас есть гарантия, то вы можете в сервис обратиться и вам, возможно, его восстановит этот телефон. Но если у вас через компьютер USB определяется телефон, допустим, я его сейчас подключу, свой Samsung телефон, и вы увидите, как он определяется. То есть я сейчас в диспетчер устройств. Допустим, я его включаю, и он определяется уже. Включил. Как видим, настройка устройств. Это на Windows 8 у меня. Как видим, он увидел его аппарат. То есть если у вас на одном, у вас стоит Windows 7, и у вас не видит USB устройство через телефон при прошивке, то есть мертвый режим телефона, в мертвом режиме, то попробуйте через Windows 8 и 1, как у меня ноутбук. Я с ноутбука записываю, и у меня с ноутбука прошло удачно. То есть я на Windows 7 у меня вообще не видел телефон, а через ноутбук я уже, как видите, контроллер USB, вот Samsung Mobile USB у нас. Как видим, Samsung USB, Mobile USB, Composite, Composite, Девайс появился. То есть что это говорит? Это говорит о том, что у нас USB кабель видит, то есть нам можно через кейс даже прошиться. Но у меня он не видел. У меня был подключен на USB 2. Телефон был подключен на USB 3.0. То есть при подключении на USB 3.0 у меня воздавало дескриптор, там неизвестное устройство, что-то такое. То есть телефон вообще не видел по USB. И в этом случае прошиться через воду вообще невозможно. Там как ком-порт он не видел. То есть если у вас такой случай, то возможно вам нужно долго зажимать клавишу уменьшения громкости или увеличения громкости на пару секунд, и потом только к USB подключать. Я его подключал через Samsung от S3 кабель использовал, белый. То есть он через этот кабель вообще не видел. Я взял другой кабель. Возможно вы тоже так же сходите к соседям, возьмите у них, возможно их кабель вам удачно подойдет. У меня вот кабель от планшета Asus PhonePad идеально подошел. То есть он его не сразу увидел, но через пару манипуляций, допустим, я зажимал клавиши, держал, отпускал. Также я зашел на сайт ФОП, да, там тоже такой же случай, как у меня был. Samsung Keys обновить с помощью Keys. И также не видел по кабелю. Я удалял драйвера, переустанавливал. Ставил Keys с его родными драйверами. Бесполезно. На Windows 7 не видел вообще. На Windows 8.1 мне удалось его через USB 3.0 запитать. И он увидел. Первый раз прошивался через Один. Также ошибка и не получилось. Я вытащил повтор, но он опять не увидел его. В итоге я... Что я сделал? Я взял кабель сам. Это сам телефон. Зашел на ФОП, да, нашел последнюю версию. И скачал Один именно последнюю версию и через него прошился. И в итоге, как я кабель подключал пару раз, и он увидел в этот Samsung Mobile USB, USB драйвер. И в итоге я сумел прошиться. То есть я запустил последнюю версию Одина и прошивку. Пробовал, как же я еще. Средства обновления прошивки и инициализации. Здесь название записал. Как же я записывал. GT, допустим, тире, большими буквами S7272, вот так. Потом подтвердить тело. Подтвердить. Если у вас кабель USB не видит, практически вообще он, устройство ваш не видит, он не сможет прошить даже, даже, даже. Теперь перейдем к моему планшету. То есть как же планшет в этом случае реагирует? Какие ему USB драйверы нужны? Как видим, я для него составил свои драйверы. То есть у нас, вот он, Intel device. Вот этот вот, Intel драйвера я ставил специально. Сайт тоже с сайта скачивал. Планшетные дела обстояли еще хуже. То есть при прошивке, у него есть рекавери меню, я заходил, но там ничего невозможно было сделать. При включении он просто зависал. Если у вас на экране есть какая-то запись, возможность восстановления прошивки. Можно. То есть восстановить его можно. В этом случае на FOPDA подсказали, в такой же случае, как у меня был. Подсказали, зажимая клавишу, клавишу уменьшения громкости и клавишу питания держать долго. И вот здесь вторая вкладка возникает. Именно здесь долго держите, потом только USB подключат. В этом случае у вас здесь два устройства. И надо с помощью командной строки там откатываться. Но этот момент, конечно, сложноватый. И также у меня на Windows 7 это не заработало. А на Windows 8 все хорошо, удачно. То есть в этом моменте, конечно же, с планшетом сложнее было. Но в итоге я восстановиться сумел. Если у вас по кабелю не видит устройство, пробуйте другой кабель. Используйте более позднюю операционную систему. Windows 8.1, допустим, хорошо работает у меня. Также драйвера. Смотрите, какие есть. В общем, пробуйте. Да, последнее. Если изображение есть на дисплее, то есть телефон или планшет, то возможно восстановление есть. Если не можете сами делать, попробуйте обратиться к тем людям, кто в этом разбирается, более-менее понимает в этом. И надеюсь, я вам как-то подпомог, что телефон в основных домашних условиях всегда можно. Ну что ж, до скорых встреч. С вами Брюси Симат. Ставьте лайки.